Итак, доброго времени дорогие подписчики и случайные зрители этого видео и моего канала. В этом видео я вам покажу как перемотать испаритель. Они бывают разных моделей, вот вы сейчас на экране его увидите. Бывают для разных моделей, но принцип перемотки его один и тот же. И плюс к этому всему мы немножко его модернизируем. Модернизируем испарительную камеру. Мы ее расточим, сделаем ее чуть пошире для того, чтобы жижа поступала больше. Мы могли намотать, допустим, намоточку побольше, пожирнее. Вот, и так же само в продолжении, вот дальше вы досмотрите, в конце будет именно расточка воздуховодов, сигарет, электронных сигарет, как E-VOT. Вот, их модернизация, потому что, допустим, вот у друга стоит на его Ваньке пятый протанк, третий. И там поддув нижний и очень, очень тяжко тянется воздух. То есть мы это немножко модернизируем. Вот, не знаю как Ваньку, но я думаю, что сам протанк точно. Так, ну что ж, давайте начнем с перемоточки самого вот этого вот испарителя. Итак, первое, что мы делаем, снимаем резиночку, прокладочку, ее в сторону. Снимаем вот эту вот верхнюю часть испарителя, вот этот носик. Можно его рукой, можно вот так немножко расшатывая, можно и плоскогубцами. Вот, вот мы ее сняли, откладываем в сторону. Что мы видим дальше? Здесь стоит нитка эта несгораемая, мы ее просто вытягиваем. Видите, она такая почерневшая вся. Мы ее отсюда вытянем. Так, вытянем пинцетик. Аккуратненько все вытянем. Так, вытянули ее. Дальше, что мы делаем? Нам надо снять вот этот вот плюсовой контакт. Вот он, под резиночкой. Ногтем его аккуратненько подковыриваем. Вот так вот раз, потянули. Вот он почти вышел. Вот ее раз, вытянул. Тоже его откладываем в сторону. Так, давайте немножко это мусор. Так, теперь, что мы здесь видим? Прокладочка, которая отделяет плюсовой от минусового контакта. Ее тоже аккуратненько, только аккуратненько не порвать. Главное, чтобы вот здесь вот этот вот плюсовой контакт, который внутри, ну, чтобы он не зацепил ее и не порвал. Аккуратненько раз, вытянули. Ну, вот ее тоже в сторону откладываем пока что. Видите, вот здесь вот испаритель был с двумя койликами. Ну, они уже начали давать гарик. Ну, и толку с них лучше мы поставим один, но нормальный. Это тоже у нас пойдет в мусор. Так, пока что это все в сторону. Значит так, первое что, вот я говорил, будет модернизация небольшая самой испарительной камеры. Для этого мы берем надфилек. Вот, в данном случае алмазный, можно и простой, подешевле. И мы сейчас расточим вот эти вот прорези. Мы их сделаем чуть пошире. Давайте я вот сейчас покажу даже сколько они сейчас. Примерно в миллиметрах. Вот есть такой коэлджик. Первая вот эта вот часть его. Полтора миллиметра. Да, один и пять миллиметра. И вот она сюда входит. Вообще шикарно. Будем мотать на полтора. Вот, раньше я мотал на зубочистке. То есть, вот здесь вот мне приходилось подбирать. Вот она, видите. Тоже, если у вас, кстати, нету коэлджика, да, на который вы будете наматывать. Берите обычную зубочистку и смотрите, чтобы она вот сюда вот входила в эту прорезь. Свободненько. Потом вот так вот она ляжет. Может, я даже буду на зубочистку мотать. Ей как-то немножко удобней. Но это вы потом увидите, а я попробую. Так, пока ее в сторону. Значит, будем растачивать вот, видите, следующая ступень. Это два миллиметра. Она не проваливается. Расточим под два. Поехали. Поехали. Вот. Вот, собственно говоря, вот мы расточили до 2 мм. Вот эта оправка на 2 мм спокойно сюда входит. Так, хорошо. Теперь обязательно это все мы промоем в спиртике. Теперь берем вот такой вот стаканчик, любой, в принципе, в данном случае это мерный. Немножко спиртика бросаем вот туда, пусть промоется. Кстати, все остальные части от него так же само поместим в спирт. Пускай тоже немножко промоется. Вот. Так, теперь, 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 теперь мы будем делать саму намоточку. Да, вы знаете, все же я даже не буду делать на CoilJig эту намоточку, вот, а под вот такую вот зубочистку. Так как это удобней. Удобней я вам объясню, почему, но чуть позже. Вы это увидите сами. Берем теперь Кантал. 0,2 мм. Вот он тоненький, хорошо подходит для необслужки. То есть там, где граничное пространство, 0,3 все же пожирнее, потолще. Вот, им будет не так удобно. Так, вот так вот. CoilJig тоже пригодится вот так выровнять. Кантал сделать его ровненьким. Ну, так, теперь, теперь, что мы делаем. Будем наматывать на, да, извиняюсь, взял опять CoilJig на зубочисточку. Итак, ну и вторым Канталом, насколько я помню, нужно сделать 4, 4, сделаем 5 витков. Это выйдет чуть больше 1,2 Ома сопротивлением. Думаю, этого будет достаточно. Там 1,5, наверное, где-то выйдет в этих пределах. Ну, опять же, стараемся уложить, намотать как можно плотнее друг к другу. Значит так, один виток. Два. Три. Четыре. Пять. Вот так вот. Пять витков у нас вышло. Можно добавить, конечно, еще, сопротивление будет блюдное. Думаю, что этого вот пяти витков, думаю, вполне хватит. Нет, а, да, извиняюсь, извиняюсь, не хватит. У друга он будет использовать на ВАМА В5, и у него сопротивление там 1,2. Очень, в общем, не воспринимает. Я думаю, что еще один виток, вот, 6 витков. Потому что ВАМА 5 может не воспринять эту намоточку. Думаю, вот так вот, нам хватит. Теперь мы берем кусачки, или вот маникюрные ножнички, в моем случае, и обрезаем. Так, обрезаем его, значит, чуть оставляем вот этот краешек у нас выходит такой вот небольшой, коротенький. Другой мы делаем немного длиннее. Вот где-то вот так вот. Вот, хоп. Так, упал, пантал. Так, вот у нас готова вот эта вот намоточка. Что мы делаем, извиняюсь, что мы делаем дальше? Давайте я вам приближу, покажу, чтобы вы посмотрели, посмотреть. Вот такая вот она. Так, берем пинцетик, достаем саму вот эту вот камеру испарительную, от промывки, уложим ее. Так, с зубочистки это все дело мы не снимаем. Давайте сейчас немножко почистим эту камеру, и желательно ее продуть. Вот, так, продули. Значит, что мы делаем дальше? Зубочистки мы не снимаем наш койлик. Вот как вы его намотали, так он пусть там и будет. Ровняем ножки, чтобы они были чуть поровнее. Берем руку и одеваем вот сюда вот внутрь. Видите, пропихиваем обе стойки. Вот эти ножки. Так. Вот мы запихиваем. И вот смотрите, зубочистка, почему удобно зубочисткой это делать? Вот вы видите, я вот сюда ее положил. Вот все, она лежит. Вот стойки выведены. То есть мы можем их потом подтягивать, натягивать, и ничего страшного не случится. Никуда наш койлик не вылетит, не провалится. Вот глубже вот этих, вот этого порожка. Так, что мы берем дальше? Отсюда мы берем прокладку. Прицепился старый койлик, видать, хочет вернуться обратно. Но фиг ему. Так, берем прокладку, которая идет между плюсом и минусом. Которая отделяет их. Чтобы не было короткого замыкания. Значит, выбираем, какой из этих, вот, остатков, вот этих ножек, какой будет плюсовым, какой будет минусовым. Я обычно выбираю длинный, у меня идет плюс. Нет, да, длинный, у меня идет плюсовым. Вот, значит, мы берем вот эту вот прокладочку и одеваем ее на плюсовой, вот эту на плюсовую стойку. Вот так вот, раз, одели. У нас выходит минус, будет прижиматься к корпусу, а плюс будет отдельно выведен на плюсовой контакт. Значит, так, вот здесь вот зубочистка немножко гуляет. Но мы ее подтягиваем. Так. Немножко в спиртике она еще. Плохо. Да, вы когда будете делать, чуть получше его просушите. Так. Одеваем. Теперь надо одеть немножко, поиграться с ней. Да, тут, ну, вы увидите, какой стороной одевать, вы тут не промахнетесь. То есть, тут более такая широкая шляпка, она вот здесь вот и остается. Вот она, видите, осталась у меня. Значит, что у нас вышло. Теперь мы вот ее когда одели, сейчас еще более-менее зажат, вот, минусовой контакт. Он прижат резиночкой к корпусу. Вот. Отводим его. Нет, пока не отводим. Теперь выставляем вот зубочисткой. То есть, не надо, чтобы зубочистка полностью туда легла. Полностью внутрь. Вот, с нашим намоточкой. Надо, чтобы она была чуть-чуть приподнятой. Вот, как вы видите, вот, допустим, вот здесь вот сейчас. Приближе, видите. Вот где-то вот так вот. Чтоб немного. Потом нам будет удобно туда заправлять саму ватку. Вот так. Так. Можем ее немножко подровнять. Надо. Чтоб она не сильно. Вот так вот. Видите, вот мы, видите, как она у меня немножко перекошена стоит. Мы тянем за плюсовой, видите, и он сюда отходит, равняется. Вот надо найти. Вот это вот. Хотя мы потом подровняем, когда будем ставить плюсовой пин. В принципе, вот сейчас мы по высоте ее подтянем. Подтянем вот так вот. Вот нас эта высота устраивает. Теперь мы что берем? Мы берем наш промывающийся плюсовой пин. Вот. Тоже его продуть. Вот, только же спирт немножко хлебнул. Вот так. Теперь вот одеваем его на вот этот вот плюсовой контакт. То есть, вот минус мы можем уже сразу же отогнуть, который идет на корпусе. Корпус прилегает. А тот, который в середине, вот здесь вот, вот он, плюсовой, который в этой резинке внутри, мы берем вот за вот этот вот. Видите, плюс. Видите, зубочистка ходит. Ну, чтобы подровнять сам коэлик внутри, мы выставляем ее ровно по натяжению. Вот так, фиксируем тремя пальцами. Отгибаем этот плюсовой пин в противоположную сторону минусовому. Вот в эту сторону. Вот мы ее загнули. Вот, он лежит на резинке, на прокладочке. И не касается корпуса минуса. И внутрь мы сейчас вот сюда вот вставляем вот этот плюсовой пин. Аккуратненько. Раз. И вставили. Все, видите, зубочистка стоит ровно. У нас коэлик ровненький. Что мы делаем дальше? Берем, опять же, те же кусачки небольшие. И под самый корень, только аккуратно, чтобы вы резиночку не травмировали. Вот, откусываем вот эти кончики. Под самый корень. Очень удобно маникюрными это делать. Носики очень тонкие. Очень хорошо выходит это. Так. И вот плюсовой. Вот так вот. Раз. И откусили. Так, теперь мы посмотрим пинцетиком, наверное, лучше. Если у вас чуть они торчат, они все равно где-то будут торчать. Подогните вот минусовой ближе к корпусу. Сейчас мне самому надолго увидеть. Ну, вот как-то грубенько можете так. Не стесняюсь. Если выпирает. Вот у меня только минусовой. Чуть-чуть я его сейчас подогну. В сторону минуса корпуса. Вот, собственно говоря, вот уже намотанный там койлик. Значит, что мы делаем дальше с ним? Нам нужно взять саму электронную сигарету. Вот. И надеть его, прожечь. Ну, перед этим, конечно, мы зубочистку аккуратненько, вот эту чуть вращая, мы ее вытягиваем. Раз, вытянули. У нас, вот, смотрим, чтобы спиралька нигде не прикасалась к корпусу. Вот, сейчас я поставлю на паузу и принесу саму электронную сигарету. Накручу и мы будем прожигать. Итак, только что у друга отжал его у Дарта Валейдера. Отжал его Егошку. Вот, у него уже скоро будет мех-мод. Он тут грозится, что он его сам соберет. Ну, посмотрим. Вот, обязательно видео об этом будет в дальнейшем. Значит, что мы сделаем? Мы возьмем его батарейку для прожигания вот этой спиральки. У меня уже Егошки нету. Я ее отдал. Значит, так. Отдал отцу, тоже подсадил его на пар. Вот, он сейчас вот пытается парить. Пускай пока на Егошке попробует. Так. Теперь снимем его испаритель. Вот так, положим его в сторону. Значит, что у нас здесь? Протрем от жижи, если она там есть. Она там есть немножко. Так, ну, хорошо. Вот, берем вот этот самый испаритель и накрутим на... Вот это вот, я уже забыл, как база называется. Или нет. Вот, чтобы был плотный контакт, вот в эти прорези мы берем тот же самый пинцетик. Вставляем и чуть-чуть вот раз и доворачиваем. Так, опять же проверяем, чтобы нигде ничего не легло на корпус. Сама спиралька. Вот. Так, берем пинцетик. И опять же, как я уже рассказывал в намоточках, мы когда... Да, тут немножко это все сложнее, но вот с расточенной камерой испарительной это будет проще. Значит, я беру, нажимаю на кнопку, раскаляю пружинку до красна, отпускаю кнопку и быстреньким пинцетиком чуть-чуть прижимаю спиральку. Ну что ж, поехали. Так, сейчас, чтобы вам было видно и чтобы мне было удобно. Так, раз, отпустили. Не успел я прижать. Так, хорошо, пробуем еще раз. Так, разогрели. Прижали. Еще раз. Обязательно это делайте. Обязательно не нажимайте на кнопку, когда вы лезете туда пинцетом. Так. Батарейка подсевшая у Валеры. Поэтому немножко дольше разогревается. Так, я думаю, что для такого подобного испарителя, вот, не самый плотный контакт, будет, тут ничего страшного не будет. Это все-таки не обслужка, где все можно сделать красиво и аккуратно. Вот. Так, дальнейшем пока откладываем в сторону. Теперь мы берем мои любимые тампончики ватные для протирания лица. Вот. О них я рассказывал уже в предыдущих видео. Кому будет интересно, вы их посмотрите. Тоже о перемотке. Вот. Теперь, ну, вот берем, разрываем на две половинки. Одну половинку откладываем. Сейчас ножнички возьму. Какие по-быстрому нашел ножнички. Не обессудьте. Немножко вот такие вот еще советские с искривлением. Это специальное искривление. Ну, еще вот так. Отрезаем вот эту вот полукруглую часть. Делаем вот более-менее ровным. И где-то у нас камера расточена. Где-то, наверное, может быть миллиметров 8 мы отрезаем вот такую вот полосу. Полосочку. Вот этой ватки. Так. Вот так вот в сторону. Это нам не нужно. Нам интересует вот эта вот часть. Теперь мы ее сворачиваем в трубочку. Вот так вот делаем вот такую вот спиральку из нее. Вот. И кончик делаем вот сжимаем вот очень хорошо. Чтоб он был таким остреньким. Мы его все равно потом обрежем. Вот. Но он нам нужен для того, чтобы попасть в койлик. Вот. Сейчас давайте, чтобы вам было видно. Вот. Фокус, фокус. Раз. Фокусировалось. Видите? Он чуть-чуть возвышается. То есть, в принципе, удобно будет его ватку туда вставить. Пропихнуть. Видите? Даже пинцетик не понадобился, чтобы доставать. И теперь, вот, берем и одеваем его сюда. То есть, вот он у меня чуть подзабился. Значит, назад его немножко. Тоже обязательно с прокручиванием, иначе у вас возникнут с этим проблемы. Так. Вот, в принципе, все. Вот оно чуть-чуть ходит внутри. То есть, сильно плотно забивать тоже нельзя. Вата, когда намокнет, она еще немножко расширится. То есть, и сильно туго забьет койлик, и у вас, ну, быстрее появится гарик. То есть, нужно, чтобы она там была более-менее свободна. Так, вот, у нас вот такая вот получилась ватка. Значит, теперь мы берем вот этот длинный конец, кончик. Мы берем и вот так вот накрываем саму спираль. Для чего это делается? Когда, если вы так не сделаете вот это вот накрытие, а просто обрежете вот эти кончики. Во-первых, так как мы еще и расточили саму испарительную камеру, то есть, тут надо ватой чуть больше. Во-вторых, ну, хорошо, можно было бы и без этого. Но, если не накрыть вот так вот, эту спиральку, то, когда вы будете парить, вот, может быть, вы встречали, что появляются такие выстрелы. Выстрелы горячие, с жижевым, через испаритель туда аж поднимаются. Вот, для того, чтобы этого не было, накрываем спиральку, и тогда все эти выстрелы будут лететь или в ватку, или в боковые стороны. Вот. Вот такой вот маленький, нехитрый способ. Вот мы ее накрыли, тем же, той же зубочисточкой, вот так вот, чуть-чуть ее вот отсюда укладываем. Вот. Мы ее вот отсюда уложили, не так, чтобы сильно плотно, но и... Вот так вот. Когда она будет смочена, она расширится. Так, теперь мы делаем обрезание, вот такое вот обрезание ваты. Вот так. Так, раз, раз, раз. Оставляем вот торчать вот такие вот кончики ваты. И поправляем ее. Так, на этом этапе, сейчас я возьму жижу, и мы смочим ватку. Так, мы взяли жижу, вот, которой вы будете и заливать уже дальше испаритель. Вот мы берем и смачиваем. Вы можете любой, можете другой, но вкус тогда чуть перемешается, ну, попарите немножко другой. Не так, чтобы сильно заливаете вату, но и не жалейте. То есть, посмотрите, вот, чтобы вы видели, чтобы она не переливалась полностью. Не перелилась. Ну, хорошо смочите кончики, чтобы ватка пропиталась. Когда вы уже начали парить, чтобы у вас сразу же не появился гарик. Так, вот, все. Сейчас мы чуть-чуть еще поправим ее. Вот так вот. Так, вроде бы с этим все. Так, теперь что мы делаем дальше? Достаем из нашей промывки вот этот верхний купол испарителя. Тоже желательно его продуйте. Вот. Иначе и желательно его подсушить, конечно, подольше. Или хорошенько вытереть. Вот. А то вы можете получить еще вместе с жижей затяжку спирта. Я уже когда-то один раз попробовал. Ощущения были такие интересные. Вот. Так, теперь мы, опять же, одеваем на изварительную камеру. Вот этот верхний купол. Вот он прижал ватку. То есть, чтобы жижа туда не заливалась потоком. Вот. Но впитывалась только через ватку. Вот он ее туда прижал. И так же самое из промывки уже достанем саму, вот эту саму резиночку. Вот. Так. И одеваем. Так. А это ж... Да. Да, да. Я забыл. Это испаритель не с этого. Это Дарт Валейдера испаритель. А это моего друга Леша. И вот ему поставим его, его протанк третий. То есть, это вот я сейчас, мы сейчас перемотали. Вот вы увидели, это все типы такие вот с вот этой расточной полосой. То есть, они все так же перематываются. Отличаются они, может быть, вот этой стоечкой, длиной вот этого купола испарителя. Вот. Но перематываются они все вот по этому принципу. Откладываем в сторону. Так. Вот мы собрали этот испаритель. Теперь произведем модернизацию самого клиромайзера на увеличение воздуха. То есть, затяжки. То есть, может вы сталкивались с тем, что вот вы делаете затяжку, она довольно-таки тугая. Допустим, мне после кайфуна четвертого его клона, я вообще не могу курить эти клирики. Они очень ужасная, тугая затяжка. Ну вот, Дарт Валейдер себе модернизировал немножко. Сам клиромайзер и у него более-менее. Вот на протанке это вообще ужас просто. У него там нижний подум с вамой 6. Это ужас какой-то. То есть, еле-еле делаю затяжку. Вот. Так. Ставим пока на паузу. Я пока все подготовлю. И потом мы продолжим. Итак, не вышло у нас взять на переделку протанк третий. Взял я E-Vot. Не знаю, фирменный это, не фирменный. Скорее все, китаец. Потому что здесь на оригинале вроде бы идет лазерная гравировка. Не знаю точно. Спайр Клирик. Делаем дальше что? Будем увеличивать подачу воздуха в Клирике. Как видите, вот здесь вот есть всего лишь два маленьких отверстия. Можно, конечно, если у вас есть инструмент под рукой. Вы можете рассверлить еще вот здесь. Сделать два друг напротив друга. А можно и расширить эти. С помощью подручных средств. Допустим, того же надфилька кругленького, тоненького. Вот. Или центровочного сверла. Вот такого у вас все единички первого. Значит, что мы делаем? Первое, что мы снимем с батареи. Сам Клирик. Да, с батареи. И вот в данном случае в Егошных, вот этих вот, тоже надо сделать небольшую модернизацию. Мы ее проведем. Покажу, что и как делать. С ламой пятой вы тоже это можете проделать. И даже на шестой, если у вас нижний поддув стоит. Так. Ну что ж. Теперь мы берем вот это вот сверлышко. Вот. И в эти отверстия, или если у вас там есть, допустим, нету такого сверлышко-центровочного, есть надфилек кругленький, ну, чуть дольше вам придется помучиться, ну, здесь вот рассверливать. Вот так вот вставляем его и начинаем его прокручивать. Немножко давим. Он углубляется, расширяет отверстие. Раз, чуть провалился и еще немножко вот так прокрутим его, увеличив само отверстие. Тоже самое проделываем с вторым отверстием. Так, вот мы их буквально чуть-чуть мы их расширили. Стружечку мы салфеточкой вот отберем. Чуть продуем. Так. Внутри немножко тоже стружечку заусеницы. Зашкрябаем. И потом нам не мешали. Нигде. Так. Тут мы увеличили эти отверстия. Ну, вроде пока тянется. Так. Теперь будем модернизировать саму вот эту вот часть. Сам коннектор. И гошный. И вот. Ну, и вот если у вас такие есть. И у вас идет нижний поддув через плюсовой пин. Или там рядышком есть у вас отверстия. И они перекрываются. И вот воздух поступает вот в этих гошном коннекторе. Видите, вот такие как идут впадинки. Они специально сделаны для поддува. Но их не хватает. Для этого мы возьмем, воспользуемся надфилем. Вот. Надфилем вот таким вот плоским. Не алмазным, а более таким грубым. Воспользуемся еще вот таким квадратненьким. Для. Будем наводить. Навести там уже конечную стадию. Делаем. Возьмем. Отервем немного салфетки. И забьем ее внутрь. Вот сюда на плюсовой пин. Чтоб туда стружка не попадала. Вот. Чтоб мы ее потом аккуратненько смогли оттуда. Просто вытащив эту салфеточку. Смогли. Выключим батарейку. Да. Кстати, выключите ее на всякий случай. Далее выключили. Так. Теперь. Сейчас мы немножко уменьшим. Вы подберете. Вот так. Плотненько ее сюда вот так вот. Садим. Значит, сколько нужно снять. Да. Что мы будем делать? Я вам еще не рассказал. Буду снять. Мы вставим вот этот надфилек в прорези друг напротив друга. И вот так вот их немножко расточим туда вниз. Растачивать нужно, ну, буквально. Вот вы увидите там резьбу. Может я приближу. Тоже увидите. Фокус, фокус, фокус. Вот видите. Там есть резьба. Надо снять буквально половинку. То есть не доходя до резьбы. Вот. А именно половинку этого расстояния. Что мы сейчас и проделаем. Так. Вставляем. Попадаем. И делаем. Взял алмазный. Не знаю. Мне попроще будет. Да. Им попроще. Не берите вот такой вот грубый. Возьмите лучше алмазный. Мелкий. Вот. Мы сделали это с одной стороны и проделаем это с другой. Тоже немного расширим. Сильно не увлекайтесь этим. Так вот. В принципе. Вот недолго мы это все делали. Вот видите. Зачем мы положили сюда. Вот эту вот. Салфеточку. Видите сколько стружки туда. Налетело. Теперь мы. Да. Да. Забыл. 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 Еще довести. Вот таким вот квадратным. Надфилечком. Вот так вот. Аккуратненько. Кончиком. Аккуратненько. Доведем его до. Более-менее квадратного состояния. Возьмем немножко еще даже алмазный. И вот здесь немножко вот так вот заусенечки, которые когда мы снимали, вот углубляли. Они все равно появились. Слегка вот так вот уберем их. Чтоб оно потом нигде не цеплялось. Так вот и сверху немножко, и сбоку каждое отверстие. То есть не давим, а так вот легонечко берем, прикасаемся и снимаем. Возьмем еще раз квадратненький. И изнутри тоже какие-то, если они там есть, тоже их уберем. Думаю, опять же, если вы соберетесь это делать, у вас все же есть руки, есть голова, и вы знаете, вы поймете, как это сделать. Если вы не соображаете, не умеете или не хотите это делать, лучше этого не делать. Найдите человека, который сможет это сделать, покажите ему это видео или объясните, и он это, я думаю, сам поймет и сам сделает. Так, теперь вот, когда мы вот все это теперь обработали, теперь мы вытаскиваем вот это вот, опускаем вот это вот вниз, и аккуратненько вытаскиваем. Вот она у нас со стружечкой. Салфеточка. Теперь берем немножко в спирт. Берем чистую салфетку, немного в спирт. Махнем. И вот так вот протрем ее. Соберем остатки, что туда упали, или остались после нашей переделки. Так, вот, в принципе, все, батарея готова, все расточено, воздух должен подаваться лучше. Я ее парил, пробовал парить эту электронную сигарету до расточки. Ну, сейчас попробуем после. А, да, забыл включить. Ну, вы знаете, если она раньше вообще не тянулась, то сейчас она хоть как-то тянется. Конечно, неплохо было бы сделать еще вот здесь вот дополнительных два отверстия. То есть, было бы вообще шикарно. Ну, может быть, я это сделаю, но уже за кадром. Вот. Вам рекомендую сделать еще два отверстия. Будет вообще, наверняка, все шикарно. Ну, что ж, на этом, в принципе, на сегодня все. Вот, с перемоткой вот таких вот испарителей и усовершенствований по воздуху, по тяге. Вот. Так что, если вам было полезно это видео и понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Вот. Всем удачного. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»